В день своей свадьбы Эмма Паркер стояла перед зеркалом в своей старой спальне, едва узнавая отражение. Белоснежное свадебное платье, о котором она мечтала с самого детства, идеально облегало фигуру, а каштановые волосы были уложены в элегантные волны под невесомой фотоей. В лучах утреннего солнца тысячи крошечных кристаллов на корсете платья создавали волшебное мерцание. Всё было именно так, как она планировала последние полтора года. Каждая деталь, каждый элемент были продуманы до мелочей. У её ног лежал верный друг, немецкая овчарка по кличке Шторм, положив морду на лапы. Его янтарные глаза внимательно следили за каждым движением хозяйки, но сегодня в них читалась необычная тревога. Серебристая просить на морде делала его похожим на мудрого старца. В свои 13 лет он был её неизменным спутником со старшей школы, через колледж и во взрослую жизнь. Эмма спасла его истощённым восьмимесячным щенком из приюта в их небольшом городке Блумфилд. И с тех пор он отплатил ей преданностью, которую невозможно измерить. В те первые дни после появления Шторма в её жизни, Эмма часами занималась его воспитанием, восстанавливала его доверие к людям, лечила застарелые раны, как физические, так и душевные. Первый месяц Шторм спал только в углу комнаты, прижавшись к стене, и вздрагивал от каждого громкого звука. Каждый вечер Эмма садилась на пол рядом с ним и тихо читала книги, пока он не начал понемногу придвигаться поближе. На его левом ухе остался маленький шрам – напоминание о прошлой жизни, которое со временем скрыла отросшая шерсть. Постепенно испуганный и неуверенный щенок превратился в гордого, сильного пса, чья безграничная преданность хозяйке поражала всех, кто их знал. Шторм был рядом во всех важных моментах жизни Эммы. Он утешал ее после первого серьезного разочарования в любви, когда она часами плакала, зарывшись лицом в его теплую шерсть. Тогда он три дня отказывался выходить на прогулку без нее, боясь оставить хозяйку одну. Он не отходил от ее кровати во время тяжелой болезни в выпускном классе, отказываясь есть, пока ей не станет лучше. Температура у Эммы держалась почти две недели, и все это время Шторм приносил ей тапочки по утрам и клал голову на кровать, стоило ей только пошевелиться. Он сидел рядом, когда она готовилась к экзаменам в колледже, терпеливо слушая, как она повторяет материал вслух. Это был Шторм, кто первым познакомил ее с Нейтаном три года назад в городском парке. В тот осенний день Эмма отпустила пса побегать, и он совершенно не характерно для своего обычно сдержанного поведения подбежал к незнакомому мужчине и начал настойчиво тянуть его за рукав в сторону своей смущенной хозяйки. На Нейтане была потертая кожаная куртка с рассыпанными по карманам собачьими печеньями. Он только что навещал сестру и ее питомцев. Шторм безошибочно учуял лакомство и решил, что это судьба. Как выяснилось позже, это был первый и единственный раз, когда Шторм проявил такой интерес к незнакомцу, словно чувствовал, что этот человек изменит их жизнь. Нейтан, молодой архитектор, только что переехавший в их городок, покорил сердце не только Эммы, но и ее четвероногого защитника. В тот день он угостил Шторма печеньем, а потом час гулял с ними по парку, рассказывая о своих необычных проектах домов. Шторм, обычно настороженный с незнакомцами, принял его сразу и безоговорочно. Он встречал Нейтана радостным лаем, приносил ему свои любимые игрушки и всегда старался устроиться поближе, когда тот приходил в гости. За годы совместной жизни Шторм стал неотъемлемой частью их маленькой семьи. Он сопровождал их на пикниках и походах, где всегда нес в специальном рюкзачке свою миску и запас воды. Он терпеливо позировал для бесчисленных фотографий, был главным свидетелем их первого поцелуя и молчаливым хранителем их секретов. Когда Нейтан делал Эмме предложение на берегу озера, именно Шторм принес кольцо, аккуратно привязанное к его ошейнику атласной лентой. Кольцо чуть не соскользнуло с ленты, когда Шторм пробирался через высокую траву, но он каким-то чудом удержал его. Поэтому было совершенно естественным решением включить любимого питомца в свадебную церемонию. Эмма настояла на этом, несмотря на первоначальное возражение матери о том, что собаки – не место на такого рода мероприятиях. Нейтан, как всегда понимающий чувства своей невесты, полностью поддержал эту идею. Они даже заказали специальный ошейник с галстуком-бабочкой у местной мастерицы, которая неделю вышивала на нем инициалы молодоженов серебряной нитью. Шторм терпеливо выстоял три примерки, чтобы ошейник сидел на нем идеально. Однако за последнюю неделю Эмма начала замечать тревожные изменения в поведении своего старого друга. Шторм стал менее активным, почти перестал есть, больше спал. Его любимое лакомство – кусочки вареной индейки – оставалось нетронутым в миске. По ночам он часто вставал и подходил к кровати Эммы, словно проверяя, на месте ли она. Она списывала это на возраст и общее волнение перед предстоящим событием. Но сейчас, глядя в его встревоженные глаза, начинала понимать, что ошибалась. Утренние приготовления к свадьбе проходили в праздничной суете. В доме царило радостное оживление. Подруги невесты в струящихся голубых платьях, шелест расчесок, звон хрустальных флаконов и негромкие указания свадебного организатора создавали особую атмосферу праздничного утра. В воздухе витал аромат свежих цветов и кофе, смешанный с запахом лака для волос. Шторм неотступно следовал за Эммой. Его когти тихо постукивали по паркету. Движения были медленнее обычного, а в глазах читалась необъяснимая тоска. Лили, лучшая подруга Эммы со школьных времен, первой заметила неладное. Она видела, как пес тяжело дышит, как подрагивают его лапы при ходьбе. Его некогда блестящая шерсть казалась тусклой, несмотря на недавнее купание. Беспокойство подруги передалось и Эмме, которая все чаще бросала тревожные взгляды на своего четвероногого друга. По дороге в старинную церковь святого Томаса Шторм вел себя необычно. Обычно спокойно и в машине, сейчас он беспокойно ерзал, постоянно пытаясь прижаться ближе к Эмме, словно боялся потерять ее из виду. Его дыхание стало прерывистым, а на светлой обивке сиденья остались следы от его взмокших лап. Его тревога была почти осязаемой, заставляя сердце невесты сжиматься от нехорошего предчувствия. Церковный сад встретил их золотым сентябрьским великолепием. Красные клены роняли свои листья, которые кружились в прохладном утреннем воздухе, словно маленькие огненные фонарики. Фотограф уже готовил оборудование для предсвадебной съемки, планируя запечатлеть невесту на фоне старинного клена в роскошном осеннем убранстве. Солнечные лучи пробивались через резные листья, создавая на земле причудливый узор из света и тени. Но судьба распорядилась иначе. Когда Эмма заняла позицию для фотосессии, произошло нечто неожиданное. Шторм, до этого момента тихо сидевший рядом с отцом невесты, вдруг поднялся и решительно встал перед Эммой, загораживая ее от объектива. Его лапы оставляли влажные следы на каменных плитах дорожки, а грудь заметно вздымалась от тяжелого дыхания. Его поведение не было агрессивным, скорее умоляющим, словно он пытался что-то сказать. Именно в этот момент Эмма заметила, насколько серьезно болен ее верный друг. Его дыхание было очень затрудненным, сердце билось с пугающей чистотой, а лапы заметно дрожали. Кончик его носа, обычно холодный и влажный, стал сухим и горячим. Все попытки отвести его в сторону оказались тщетными, шторм стоял непоколебимо, как часовой на посту. Срочный визит к ветеринару доктору Блэку раскрыл горькую правду. У шторма развивалась сердечная недостаточность. В смотровой комнате тихо пищал кардиомонитор, отсчитывая неровный ритм его сердца. На рентгеновском снимке было видно, как увеличено его сердце. Его состояние было серьезным, и стресс свадебного дня только усугубило ситуацию. Эмма оказалась перед тяжелым выбором, но на самом деле никакого выбора не было. Она не могла оставить своего верного друга в такой момент. Нейтан, примчавшийся в клинику сразу после звонка отца Эммы, проявил удивительное понимание. На его белоснежной рубашке остался след от чашки кофе, которую он опрокинул, торопясь к машине. Он не только поддержал решение невесты отложить церемонию, но и предложил альтернативу – провести свадьбу прямо здесь, в ветеринарной клинике, чтобы шторм мог быть рядом, не подвергая риску здоровья питомца. Следующие часы превратились в удивительное свидетельство того, как любовь может преображать реальность. Приемная ветеринарной клиники стараниями друзей и родных превратилась в импровизированный свадебный зал. Живые цветы из церкви перекочевали сюда, наполнив помещение ароматом роз и лилий. Священник с готовностью согласился провести церемонию в столь необычном месте. Шторм, получивший необходимое лечение, лежал у ног молодоженов. Его хвост слабо, но радостно постукивал по полу во время обмена клятвами. Это была не та роскошная свадьба, которую они планировали. Не было ни элегантного ресторана, ни сотен гостей, ни изысканных угощений. Но в этот момент никто не думал об этом. В маленькой комнате ветеринарной клиники, где невеста в помятом платье и жених в немного испачканном смокинге обменивались кольцами под тихое дыхание старого пса, происходило нечто гораздо более важное – торжество настоящей, безусловной любви. Капельница с лекарством для шторма стала своеобразной свадебной аркой, а стетоскоп доктора Блэка превратился в необычное украшение на импровизированном алтаре. Последующие месяцы стали для молодоженов временем особенной близости. Они оборудовали специальный уголок в гостиной, где шторм мог удобно лежать на своей ортопедической подстилке и наблюдать за всем происходящим. Они построили свою семейную жизнь вокруг заботы о питомце, превратив каждый день в праздник жизни. По утрам Нейтан носил шторма на руках в сад, чтобы тот мог понежиться на солнышке, а вечерами Эмма часами массировала его уставшие лапы. Несмотря на прогрессирующую болезнь, пёс продолжал дарить им свою любовь и преданность до последнего дня. Когда пришло время прощаться, это произошло тихим весенним вечером. В воздухе пахло сиренью, и через открытое окно доносилось пение первых весенних птиц. Шторм мирно уснул на руках у Эммы и Нейтана, окружённой любовью тех, кого он так преданно защищал и оберегал. Его шерсть была всё ещё тёплой и мягкой, когда он делал свой последний вдох. Его последним подарком стал урок о том, что настоящая любовь не измеряется пышностью церемонии или количеством гостей. Она измеряется готовностью быть рядом, что бы ни случилось. Спустя год Эмма и Нейтан вернулись в тот самый приют, где когда-то началась история их семьи. В приюте пахло свежей краской. Недавно закончился ремонт, который они помогли организовать в память о Шторме. Там они встретили немолодого золотистого ретривера по кличке Харпер, чьи добрые глаза так напомнили им взгляд Шторма. У Харпера была седая морда и прихрамывающая походка. Но его хвост всегда дружелюбно вилял при виде людей. Они поняли, что готовы снова открыть свои сердца и продолжить традицию безословной любви, которую научил их первый четвероногий друг. В доме пары появилась особенная стена памяти, где разместились фотографии их необычной свадьбы, потёртый ошейник Шторма с галстуком-бабочкой, его любимая игрушка, потрёпанный теннисный мяч и простая деревянная табличка с выжженной надписью. Любовь не всегда приходит по запланированному пути, но она всегда приводит нас туда, где мы должны быть. Каждый год в день своей свадьбы Эмма и Нейтан приезжают в местный приют для животных с пожертвованиями и проводят время с пожилыми собаками, которые всё ещё ждут своего шанса на счастье. Они приносят свежее одеяло, игрушки и специальный корм, зная, как важен комфорт для старших питомцев. Они рассказывают свою историю всем, кто готов слушать, напоминая людям, что иногда самые прекрасные моменты жизни случаются совсем не так, как мы планировали. Наследие Шторма продолжает жить в добрых делах Эммы и Нейтана, в их готовности помогать другим животным, в их способности видеть красоту в несовершенных моментах жизни. А Харпер, новый друг пары, привнёс в их жизнь свою собственную магию. Хотя он никогда не заменил Шторма, он создал новую главу в их семейной истории, собственными привычками и традициями. Его любовь к детским площадкам и умение находить общий язык с малышами сделали его любимцем всего района. Он доказал, что сердце способно расти и любить снова и снова, не теряя памяти о прошлом. Теперь, когда Эмма и Нейтана рассказывают историю своей свадьбы, они говорят не о том, что пошло не так, а о том, как один преданный и пёс научил их самому важному уроку в жизни. Иногда нужно отпустить свои идеальные планы, чтобы освободить место для чего-то гораздо более прекрасного, момента чистой, безусловной любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова